Друзья, всем привет! Я к вам с не очень радостными новостями. Ситуация в Турции с каждым днём становится всё хуже. У нас по коронавирусу мы переживаем третью волну и говорят, что мы вышли на первое место в Европе по количеству заболевших. Ну а я вас приветствую из Турции. Кто со мной ещё не знаком, меня зовут Анна, живу я в Измеренном, а вы смотрите канал Turkey in Life. И сейчас мы гуляем по нашей набережной в Коршияке. Я хочу показать вам, как у нас обстоят дела, что у нас происходит в Турции и рассказать о сегодняшней ситуации. Сегодня понедельник, сегодня 19 число. Вчера мы смотрели новости по одному из каналов и в новостях сказали, что мы вышли по количеству заболевших на первое место в Европе. И каждый день у нас где-то по 60-62 тысячи. И вчера было небольшое снижение, снизилось до 55 тысяч заболевших в день. Помните, я на прошлой неделе делала видео о том, где рассказывала, какие новые меры у нас были приняты и о том, что, соответственно, Россия закрыла границы с Турцией и теперь отдыхающим сюда не прилететь. Но также Россия говорила о том, что если в Турции быстрыми темпами пойдет снижение заболеваемости, то границы могут открыть раньше. Я, конечно, в это не верю, но хочется надеяться. Как вы видите, никакого полного локдауна у нас нет. У нас только по воскресеньям и субботам такая ситуация, что нельзя выходить на улицу. А как только выходные заканчиваются, все тут же высыпают на набережную, потому что погода улучшается и всем хочется погулять. Многие не соблюдают масочный режим и, как и мы, носят маску на подбородке, а не на лице. Вот, например, видите, вот эти люди, которые сидят здесь на лавочке. Потому что все уже устали от этого масочного режима и потому что в масках дышать нечем, многие снимают маски на подбородок. Но вчера в новостях в очередной раз было предупреждение, где говорилось о том, что носите маски, если вы заболеете, то для вас места в больнице может не найтись. Как нам вчера сказали с голубых экранов, на 81% заполнены места сейчас в палатах, на 81% заняты аппараты искусственной вентиляции легких. И поэтому предупредили, что лучше бы нам тут не болеть и лучше бы нам в больницы не попадать. А еще перед этими выходными вышло предупреждение о том, что иностранцы, которые имеют вид на жительство в Турции, не имеют права гулять в комендантский час. В общем, ситуация была такова, что многие иностранцы, особенно в таких городах, как Анталия, Алания, Стамбул, в туристических городах, живущие здесь в Турции постоянно по туристическому или по другому месту жительства, просто брали с собой паспорта и выходили гулять. Соответственно, прикинувшись туристами, то есть местные сидели дома, а иностранцы, живущие здесь, гуляли под видом туристов. И министр внутренних дел Турции выступил с заявлением о том, что если вы не прекратите себя так вести, то кто будет из иностранцев попадаться, того будут лишать вида на жительство. Как он сказал, у меня есть на это право, и я вас не пожалею, я лишу вас всех видов на жительство, потому что почему наши граждане Турции должны сидеть дома, а вы спокойно себе разгуливаете. Вот, и что касается туристов, конечно же, это не касается, то есть туристов, те, кто действительно приехали на короткий срок, не те, кто имеет туристический вид на жительство, а туристов, кто приехал там на неделю, на две, на месяц, вот они могут гулять в комендантский час, а те, кто проживает в Турции на постоянной основе, тех будут жестоко штрафовать и лишать видов на жительство, а если лишат видов на жительство, то вряд ли можно будет новый вид на жительство получить. Также нас предупредили о том, что если ситуация не исправится, если улучшений не будут, то закроют еще ко всему прочему и торговые центры, которые сейчас открыты, закроют парикмахерские, в общем, закроют все и посадят нас на полный локдаун, вот. Вот, ну, посмотрим, что будет, потому что вот небольшое снижение мы видели вчера, сегодня будет новая статистика, и я думаю, что через неделю, если не будет улучшений, тогда уже будут приняты какие-то новые меры, потому что вот эти меры были приняты на две недели. А сами турки на самом деле делятся на две категории сейчас. Те, кто уже не верит во все это и считает, что все это большая политическая игра, и, соответственно, вот так вот спокойно гуляет, не носит маски, ну, точнее, носит их на подбородке, как и мы. И вторая часть это те, кто боится до сих пор и носят аж по две, по три маски. Да, такие тоже есть, я бы вам сняла, но почему-то они мне не попадаются на пути. У нас ограничения всегда публикуются так, что половину из них не понять. И когда я снимала прошлое видео, где говорила о передвижении между областями, мы на самом деле по ходу дела немножко недопоняли, и сейчас правила такие по поводу передвижения между областями для проживающих в Турции, не для иностранцев, что вне комендантского часа мы можем ездить туда, куда хотим, и так, как хотим, то есть это с 5 утра до 7 вечера, за исключением выходных дней, мы можем ездить и на машине, и летать на самолетах и так далее. А если у нас комендантский час, тогда мы можем пользоваться только общественным транспортом, но это имеется в виду автобус междугородний, поезд, самолет, вот, и в комендантский час мы можем передвигаться только по уважительной причине, предъявив билет, а в комендантский час передвигаться на машине нельзя, вот так вот. Ну и что касается туристов, да, все достопримечательности, музеи, все открыто, набережные, как вы видите, открыты, ничего никто не закрывал, отели работают, рестораны в отелях работают, остальные рестораны работают только на вынос, торговые центры работают в будние дни, в комендантский час они, естественно, закрыты, и магазины все, в том числе и продуктовые, сейчас работают, по-моему, то ли до пяти вечера, то ли до половины пятого, то есть, если вы турист, ориентируйтесь на это время, то есть, специально для туристов никто магазины не открывает, хотя в Анталии и в Стамбуле говорят, что даже рестораны некоторые работают в комендантский час, выходные дни, и я сама лично видела, я не знаю, какие, но в Анталии точно и работают, и в Стамбуле, как мне писали мои подписчики, тоже работают во время комендантского часа, рестораны и некоторые магазинчики. В выходные магазины работают, в магазины супермаркет работают, в торговые центры, соответственно, не работают. А вообще, к нам идет потихонечку весна, несмотря на то, что погода пасмурная, в Измире сегодня тепло, в Анталии, говорят, вообще жаришка, в Стамбуле попрохладнее, ждем мая и ждем купального сезона, и надеемся, что купальному сезону все откроют. Ну вот, как я и обещала, я стараюсь держать вас в курсе событий, в курсе всего, что происходит у нас в Турции, я знаю, что вы интересуетесь, потому что многие планируют отдых, буду продолжать вас держать в курсе дальше, если будут появляться какие-то новости, также буду оперативно их размещать, буду показывать вам, пока особо нам поехать никуда не удается, буду показывать вам Измир, буду показывать какие-то дела, снимать разговорные видео. Подписывайтесь обязательно на Инстаграм, он называется как канал Торгейнлайв, ссылочка на него есть в описании под видео, потому что там еще больше оперативных, свежих и интересных новостей, ну а я на этом буду с вами прощаться, буду рада вашим лайкам, комментариям, пишите, что вы думаете по этому поводу, подписывайтесь на канал, ну и до новой встречи, пока-пока!